Пережить оккупацию, встречать освободителей, попасть на фронт – это история ветерана Михаила Навродского. Ему 95. В канун Дня Победы он делится воспоминаниями. Где-то примерно в начале июля, мы бегали там по дорогам, немцы уже вошли в наше село. Приехали примерно 5-6 машин с пушками гаубицы и начали тут все наводить в порядке. Слышим, куры кричат, свиньи кричат, там же ловят их и делают на свою кухню, готовят кухню. То есть отбирали все у людей, да? Да, да. Михаилу Навродскому было всего 13, когда фашисты пришли в его родное село Харпачка, это на Украине. Ветеран вспоминает, в первые же дни расстреляли всех местных евреев, остальных людей держали в страхе, били, отнимали последнее, заставляли работать в полях, а урожай увозили в Германию. Так продолжалось до марта 44-го. Тогда село освободила Красная Армия. Люди встречали, кто что давал, кто молока выносил пить, кто яички отдавал, кто хлеба, все, потому что фронт не останавливался. Немцев угнали, дай Боже. Уже слезы на глазах от радости. Вот даже мужики те рукавами ветирают. Зимой 45-го Михаил Навродский пошел в армию. Его отправили во Владивосток служить в управлении противовоздушной обороны Тихоокеанского флота. Там и узнал о победе. Дали командиру телеграмму. Победа! Вот такая подписанная капитуляция. Мы все, кто что имел в руках, карабины, автоматы, пушки, все вверх и стрельбу в день победы. Но впереди была еще советско-японская война. Это тоже 45-й. Михаил Навродский воевал на острове Аскольд. Принимаю телеграмму. Японцы выпустили, пришли. Три эскадрильи японских свердников величили в наше направление, в сторону военно-русской базы Владивостока. Все. Что дали им команду, со штаба флота дали команду. Открыть заградительный огонь. Это значит, сколько стволов где было в Приморском крае, в Владивостоке, вокруг Владивостока, на каждом острове. Все эти открыли огонь. И мы 30 минут был заград огонь. Ни один самолет не пролетел в военно-русскую базу. Все закончилось 3 сентября. Для ветерана эта дата – второй день победы. В 59-м переехал в Тирасполь. Командовал ротой связи, потом служил в авиации. Сын Владимир – офицер российского флота на пенсии. У ветерана две внучки и четверо правнуков. Сын Владимир – офицер российского флота на пенсии. Сын Владимир – офицер российского флота на пенсии.